Неудобно вам признаваться, но я, честно говоря, человек не бедный. Даже по меркам не бедных людей. Но на днях из моей жизни ушла моя верная спутница – заначка. Да, у богатых людей тоже есть заначки. Ну, это, конечно, не деньги там, не акции, не ассигнации. Моя заначка была такая немаленькая кучка многокаратных бриллиантов. Знаете, где я их хранил? В банке. Не, не в банке. Банкам я не доверяю, я сам банкир. Спрятал я заначку в старых охотничьих сапогах на антресолях третьего этажа нашей скромной квартирки. Вечером прихожу домой, сердце не то что ёкнуло, ёкало-манекнуло. Антресоли пустые. Жену спрашивают, что прислуга делала генеральную уборку. Жена говорит, нет, представляешь, я сама. С чего это вдруг? А мне психолог посоветовал, сказал, что домашняя работа очень сильно развивает интеллект. Я спрашиваю, а где мои старые охотничьи сапоги? Жена говорит, с остальным хламом на мусорке. Я теряю дар цензурной речи. Говорю, мать моего сына. Ты пока накрывай на стол, мать, а я пойду подышу свежим воздухом, мать. Со стола мать сэндвич схватил, был голоден. В рот запихнул и голопом к мусорке. А там ё-моё, вторсырьё. Семь контейнеров. Все с горкой. В каком моя заначка, непонятно. Нет, можно было бы кого-нибудь попросить покопаться, но заначку я доверяю только двум людям. Себе и только себе. Хорошо вечерело, я поднатужился, крайний контейнер опрокинул. Вся эта мерзость высыпалась. Взял какую-то палку, приступил к раскопкам. Миллиардер хренов. Ковыряю контейнер, заначки нет. Вдруг соседи с нижнего этажа, кучерявые со своей гиппопотамшей, театралы, завистники вдвоём мусорное ведро выносят. Увидели меня, ручками сплеснули. Говорят, какое у вас интересное хобби, Степан Степанович. А я стою сэндвич дожёвываю. Гиппопотамша спрашивает, а вы покушать вот в этом контейнере взяли, да? Так вот, у нас бесплатно ещё чистенькое... Кучерявый этот богемный театрал говорит, дорогая, это действо нужно наблюдать в портере. Побежали за стульями. Настроения, конечно, никакого. Я второй контейнер опрокинул. Откуда ни возьмись. Полицейский мне говорит, слышь, бомжар, ты поаккуратней ковыряйся. Насвинячил тут. Ну, я дурака включил и говорю, господин поличмейстер. Говорю, ну, чё с меня с бомжа взять? Говорю, ну, чё с меня взять? Говорю, хотите, я вам преступников сдам? Говорю, вон, ворюги мебель выносят. И тут эти придурки со стульями бегут. Ну, поличмейстер и хоп, подбел рученьки в отделение разбираться. Шутка шикарная, но мне не до смеха. Я второй контейнер расковырял, бриллиантов нет. Подбегает ко мне какая-то псина. Давай меня облизывать. Хозяин ей, фу, лорд, не лежи, дурак, сдохни. Отойди от этого чучела-вонючела. Я ему говорю, ты на кого, дятел, гнездом шуршишь? Мой одеколон дороже твоей квартиры. Хозяин собачки мой говорит, ах, оказывается, это ваш одеколон. То-то я чувствую, весь квартал задыхается. Это действительно ферма. Я ему ничего не ответил, потому что в третьем контейнере заначки нет. Настроения совсем никакое. Подходят двое. Не поймите нас привратно, уважаемый соплеменник, но это наша столовая. Отступать некуда, позади три контейнера унижения. Вдруг один бомж мне говорит, а чё ты свежий масол топчешь, а? Я не знаю, как у меня это получилось, я ответил, потому что я вегетарианец. Вдруг один выхватывает нож, другой из-за пазухи достает кирпич, и мне было видение. Я увидел свой некролог. Владелец крупнейшего банка погиб на помойке в стычке с бомжами. Вдруг тот, кто с ножом, берет у другого кирпич и хрясь пополам его, прямо как ниндзя. И говорит, раз ты вегетарианец такой голодный, на, отъедайся хлебушком. А мы пойдем к Васькиным контейнерам, у него как раз сегодня день рождения. Я аж прослезился. Четвертый контейнер, нет заначки. Тут из-за угла выскакивает мой компаньон, в смысле конкурент. Попался, говорит Степа, три месяца тебя ищу. Когда полста тонн баксов вернешь? Я ему говорю, Володюшка, какие деньги, ты посмотри на меня. Вован меня взглядом окинул и говорит, слушай, а я думал, ты врал, что бабла нет. Говорит, это же надо же, до чего кризис человека довел, а? Слушай, пожалуй, долг я тебе прощу. И укатил. Стоп, думаю, у кого я еще денег взаймы брал? Может, раз в месяц на мусорке кредиторов принимать? Пятый контейнер, бриллиантов нет. Я прислонился к шестому контейнеру, размышляю о смысле жизни. И тут откуда ни возьмись мой сынок, а с ним невеста и ее родители. На смотрины. Сын мог бы сделать вид, что он меня не заметил, но от ужаса он произнес роковую фразу. Знакомьтесь, это мой папа. Господа хорошие, дальше буду рассказывать в лицах, чтобы вы прочувствовали. Невеста. Валера, ты же говорил, что твой папа крутой, а он, оказывается, бомжурик. Мама невесты. И у этого человека я собиралась учиться жить. Папа невеста. Дорогая, закатай рукава и учись, а еще два полных жбана осталось. Невеста. Валерочка, что ты имел в виду, когда говорил, что пойдешь по стопам отца? Папа невесты, ягодка моя, всякий труд почетен. Поверь, солнышко, люди выкидывают массу интересных вещей. Твой муж завалит тебя подарками. Мой придурок, что за бред, я учился в Лондоне. Папа невеста, а что, там какие-то особенные помойки, да? Мама невесты, я не собираюсь родниться с мусорщиками. Папа невеста, цыть. В конце концов, они ждали нас в гости. Может, его жена за продуктами послала. Мой придурок, мы покупаем продукты в супермаркете. Папа невесты, ну, ты, Валерко, не прибедняйся. По всему видать, что вы покупаете продукты в гипермаркете. И тут моя финальная фраза. Пошли все вон, не мешайте работать. Невеста в слезах убежала, эта компания за ней. Я помойку доковырял, нет бриллиантов. Прибегаю домой, спрашиваю жену, ты точно выкинула мои старые охотничьи сапоги? Жена говорит, да, да, точно, выкинула. Куда? Она говорит, ну, как положено, запихнула в этот большой пакет для мусора со всяким хламом. Да вот же он в прихожей стоит. Ты что, не видишь? Я чуть зубы не сломал. Ты же сказала, что на мусорку отнесла. Жена мне говорит, еще раз бриллиант от меня спрячешь? Скажу, что на городскую свалку вывезла. Там ты вдоволь накопаешься. А бриллианты можешь не беспокоиться в надежном месте и достанутся той, которой они должны достаться по праву. Вот жены, а. Вот они думают, что мы можем тратить заначку только на баб. И на водку. Милые наши, хорошие. Ну, как же вам не стыдно? Ну, водка и бабы, это же пошло. Берите выше. Гораздо выше. Наша мечта – шампанское и женщины. АПЛОДИСМЕНТЫ